здравствуйте мои политические жевжики вы видите и слышите алексея халецкого меня на коня подсадили что я аж решил записать мнение дилетанты чего давно не делал поговорить ну будет сеанс сразу с разоблачениями внезапными и вообще это больше про пропаганду скорее чем про события что которое произошло вчера ну давайте по порядку в общем то вчера в минске силой посадили рейс компании rain air под видом того что на ней зал на нем заложена бомба в общем подняли истребители с ракетами воздух-воздух заставили сесть в минске вот например вы видите сейчас как ну дело в том что я написал об пост собственно по нему и пойдем дальше разговаривать и вы видите карту на своем экране я даже немножко приближу пожалуй чтобы вам лучше было смотреть на которую например видно что в том месте где развернули самолет до вильнюса намного ближе где-то раза в три ближе чем до аэропорта минск 2 но он уже просто минск сейчас называется где собственно самолет и сажали самолет был рейсом афины вильнюс сначала диспетчер из белоруссии сказал самолету разворачиваться садиться в минске потому что у него на борту бомба почему откуда это узнаем и дальше сейчас еще поговорим а потом прилетел истребитель собственно заставил сесть как бы возникает вопрос если на борту бомба то какого хрена ты летишь тебя заставляют лететь в минск хотя до вильнюса собственно до точки назначения намного ближе ну да ладно и в итоге выяснилось что на этом на этом борту находился роман протасевич основатель телеграм-канала нехта который вел на репортажи по поводу всех этих беспорядков в августе белорусских которые были и в общем то любому здравомыслящему человеку понятно что это все происходило ради того чтобы романа снять самолета в общем то захватить сняли заодно еще и его девушку продержали всех остальных пассажир по 4 или 5 часов в аэропорту типа искали бомбу с собаками там народ потом писал который был что как всегда советский сервис в белорусском аэропорту где все хамят ничего не понятно не важно это все не важно на самом деле это я узнаю проснувшись читаю запиливаю по этому поводу пост большой и тут конечно самое интересное начинается по моему мнению то есть собственно о чем я и хочу поговорить как как работает пропаганда как и как вас пытаются как вас заставить пытаются заставить сомневаться ну точнее сомневаться в этом ничего нету плохого я считаю что у любого человека должно быть критическое мышление и он должен видеть со многих сторон в общем то то что происходит в мире и критически относиться даже ко мне например но вы же вы же как бы грубо меня грубо говоря меня знаете вы смотрите мои видео и представляете что я за человек вы можете не соглашаться с моими взглядами это совершенно естественно и ну люди разные это круто вот но когда белое называют черным а черное белым и пытаются например вот подобные события изобразить как что-то хорошее великое и так далее я тут просто ну я не могу никак на это не реагировать так вот запилив по я запилил пост и сразу у меня начала появляться куча сообщений я ну я их сразу банил но парочку оставил для того чтобы просто пообсуждать собственно с вами чтобы вы на них реагировали куча сообщений о том что так блин европейцы тоже самое сделали с самолетом президента боливии эво моралеса их вот реально ну я наверно забанил человек 35 значит смотрите для чего это делается во первых чтобы вот нормальные люди вы начали сомневаться блин так типа во всем мире жопа только вот тут лукашенко себе такое позволяет но и всякие европейские типа цивилизованные страны они вон как с эво моралеса значит смотрите сразу как бы развенчание мифов проводим его никто под дулом истребителя не сажал ему закрыли пролет по моему германия франция испания то есть ему не разрешили пролетать от их территории потому что по их мнению у него на борту находился этот сноуден как раз он вылетал из шереметьево и европейцы посчитали что у него на борту сноуден а сноуден как бы для америки военный преступник он ну давайте так мы можем по-разному относиться к тому что сделал сноуден я например считаю что он молодец я считаю что он молодец но в любом случае для сша он преступник он раскрыл секретную информацию на которой он даже не выкрал понимаете он работал он подписывал документы в цру то есть это конкретно преступление с точки зрения сша но я считаю что сноуден молодец конечно вы не надо выдавать сша и так далее и вот сша сообщает что на этом самолете может находиться сноуден и никто не принуждает этот самолет садиться они не дают пролететь самолету президента боливии извините боливии что я тоже считаю кстати неправильным ну и потом эво моралис это использовал он щелкал запад понос и собственно сейчас это вот используют в этой ситуации но это совершенно не то же самое абсолютно не то же самое что сейчас происходило в белару вы видите то есть вот этот мемчик ваш любимый это другое это другое ну то есть это это абсолютно две одинаковые вещи да морали смог развернуться и дальше полететь в шереметьево например обратно сесть его никто силы не заставлял садиться но эта ситуация тоже некрасивая так вот таких сообщений было штук 30 во первых а это происходит произошло по моему я даже не был какой год за давным-давно вот представьте себе а как это вот обычный человек внезапно в этой же ситуации вспоминает очень похожий случай получается да то есть и приходит в комментарии вот случайно тут сразу вот знаете вы как услышали что лукашенко абсолютно с сады с его моралисом же тоже самое было сразу всем на ум это пришло то же самое абсолютно и давай писать в комментариях мне тут пишут что это типа прошло лёша вчера по нашим новостям в итоговом выпуске в репортаже об этом событии рассказывали про самолет с президентом боливии мне стали писать комментарии еще до тех новостей вот это то есть это сидят люди как ну собственно боты на зарплате я просто не ожидал что на мой канал это придет я все-таки не считаю что это какой-то сильно популярный канал но очевидно мое сообщение тут уже больше 700 лайков это даже не всегда у меня некоторые видео такое получают а тут много лайков комментариев очевидно куда-то там вылезло и но это не вот это скорее даже настоящие люди на зарплате которые идут и пишут эти вот одинаковые абсолютно сообщения для это делается для того чтобы у нормальных людей которые вот мои зрители подписчики да которые здесь давно чтобы у вас возникало вот это самое сомнение в том что наверное все-таки и здесь как-то вот правильно наверное сделали что его посадили кроме того у меня есть инструмент который вы не видите а я вижу я вижу у всех комментарии у всех комментаторов но здесь вам не видно просто сейчас попробую включить вам мою админку вы увидите что я вижу когда человек подписался на меня подписался ли он на меня вообще сколько времени он на меня подписан и таким образом я могу собственно реагировать то есть когда пишет вот подобные комментарии абсолютно неизвестный первый первый раз я вижу человека на канале да то соответственно почему мы к этому вот смотрите так надо как-то сейчас я свою рожу уберу вот например последние тут комментарии вот тимофей феклов он спонсор канала полтора года он подписчик один год и если он даже пишет то что не сходится с моей позиции манипулирует такими как протасевич да то есть я с ним не согласен я вижу что это реальный человек и он реально у меня давно на канале понимаете а вот это зато насколько мне известно за этим наблюдали давно находился уголовной розыске уже известно что протасевич был завербован польскими спецслужбами прикиньте из вот так вот спецслужбы других стран работают сразу рассказывают кого они вербуют и сразу становится известно и чувак приходит сразу в комментарии об этом пишет хрен знает кто это знаете кто это я не знаю вот алексей гранковский подписчик уже четыре года но это правда он не про эту пишут алекс хун четыре года подписчику к этому я нормально отношусь да то есть чтобы он не писала хотя бы пойму что человек реально мой зритель он может со мной не соглашаться но он давно на канале вот это набегание ботов просто очевидно и зачем не их оставлять например почему к их мнению почему их мнением не надо оставлять для вас чтобы вы это видели потому что они специально работают на то чтобы вас по белорусску бянтежить есть такое слово как бы с бянтежи на и ходили по по планете и думали что наверное белое не всегда белое хорошо вот это это может быть не хорошо а вот плохое что-то может стать хорошим зачем зачем мне это для вас оставлять ну поразительно что с другой стороны что есть какие-то люди считающие что-то посадка самолета это нормально давайте пройдемся по следующим по другим примером что типа это нормально вообще что так делать был мне ну то есть про его морали сам уже разобрались да хороший пример вот его видно что не сразу он был в методичке не скоро его вспомнили украинцы в 2016 году сажали насильно самолет белавии в киеве но я я как бы тоже возмущен этой был фигней вообще-то потому что ну украинцев там свои дела но самое интересное что по авиационным этим вот законам если самолет взлетел в киеве собственно как и было и на территории украины имеют право полно его вернуть это абсолютно нормальная практика то есть если бы этот был самолет взлетевший из минска например то возврат на возвращение его обратно мало ли кто обратил внимание же это же был транзитный рейс транзитный рейс из афин в вильнюс понимаете и ну естественно за транзит там заплачены деньги какие-то и прочее прочее более того украинцы вернули рейс сказав что там находится провокатор по моему то есть по их мнению преступник например если бы белорусы вот сейчас возвращать ну захватили я считаю что это захват был самолета под видом того что там находится преступник который находится в розыске белару белоруссии это все-таки уже немножко другое было бы понимаете тут они изобразили что на на самолете находится бомба и чтобы спасти блин я просто это поразительно там давайте сразу перейду к тому что сейчас вот сегодня выясняется что типа бомбу заложили хамасовцы хамас хамас палестинская автономия написали об этом письмо белорусам ну кому же еще кто главный миротворец в мире кто решает все проблемы черный плащ только свистни он появится черный плащ усатый мудач у нас все это решает написали белорусам и белорусы настолько а там короче типа и планировали взорвать самолет над вильнусом но белорусы так любят вильнус что развернули самолет чтобы он пролетел над минском ну мало ли вдруг над минском не взорвут да и спасли в общем-то литовцев вместо того чтобы сейчас благодарить смотрите что литовцы делают там и латыши прям послов высылают и так далее это настолько бред то есть опять же в комментариях было что очень хорошо сработали белорусские спецслужбы такие тоже боты поприходили офигенно сработали то есть то что хамас что то что хамас это не террористическая организация все что они делают это только внутри израиля они никогда внутрь ну снаружи не проводили ничего подобного давным давно и это вроде даже как не террористическая организация их там даже по-моему в россии она не считается террористической типа военизированное подразделение палестинская палестинская автономия хотя бы игил бы изобразили хотя бы что это игил типа хочет это сделать дальше почему например вы мне напишите лёша хватит им идеи подкидывать то это просто первое что в ум приходит почему например какому-то кгбисту реально не сесть на этот рейс и не изображать что у него есть бомба предположим что то было конкретно бы его туда посадили а потом бы это из расследовали на эти же белорусы и потом там изобразили бы как что его посадили он бывает свой срок а посадка самолета выглядит бы более логичной тут все пассажиры говорят что на борту ничего не происходило все спокойно что вы просто посадили для того чтобы снять вот этого романа протасевича еще раз повторю я к телеграм-каналу нехта отношусь отрицать ну он кстати типа этот чувак уже там не работает он один из основателей был а потом ушел оттуда с полгода назад наверное нет меньше прошло не важно то есть он мне тоже неприятен мы этот человек неприятен потому что этот хайповый вид канала нехта который как они посылали новости вот этого 19 20 августа который не конструктивные были а именно поднимали белорусов на неправильные действия по моему мнению мне эти этот человек неприятен но это совершенно не значит что я не должен его защищать и что я должен к этой вот ситуации нормально относиться любой человек который будет неприятен неприятен но которому беззаконие какой-то применяется я буду его защищать потому что это как раз вот это либеральные ценности на самом деле как каким бы он не был мудаком понимаете и вот тут же вот эта пропаганда работает на то чтобы вас заставить верить в то что черное это нормально а белое белого не может быть вообще понимаете вас вас же пытаются заставить поверить в то что то что у нас в странах это обычная практика везде типа так все и везде работает ну опять же есть мнение что это все европа опять хавы я очень не уверен что это все схавают во первых здесь в америке это практически сразу стало стало главными новостями а в америке чтобы новость из-за рубежа была новостью это очень надо сильно постараться им всем тут насрать на самом деле где что тут происходит где где-то не в сша а тут прям нью-йорк таймс блин на первой полосе вашингтон пост на первой полосе новости по cnn там видео рассказывают о том что белорусские вот этот узурпатор власти он стал просто международным террористом он захватил самолет это международный терроризм круче был только каддафи в общем то но каддафи вообще даже взрывал самолеты над шотландским локерби почитайте ливийские эти ребята здесь ну мне тут еще в всем интересно и непонятно и поражает для чего это было сделано то есть просто захватить вот этого романа протасевича это такая важная фигура чтобы вот настолько посраться со всеми ну это конкретно можно провести параллель с делом скрипалей что российские спецслужбы отправили двух дебилов которые спалились убить человека который уже не представляет никакой ценности то есть это просто месть и в данном случае лукашенко просто снимает с борта чувака ради мести это тупо месть это никак не влияет ни на что это даже самому режиму хорошо не делает ни в каком виде это просто месть это отмороженные люди что путин что лукашенко сидящую власти которые используют ваши деньги ресурсы вашей страны для того чтобы мстить людям которые им не нравятся кайф кайф и находятся люди которые их защищают но это два типа естественно это первые люди это защищает которые надеются что они смогут достичь чего-нибудь подобного же чтобы точно так же плевать на всех и использовать ресурсы страны а вторые которые защитный механизм психики не позволяет им грустить что такое стране происходит и они начинают оправдывать происходящее просто чтобы психически с этим смириться понимаете ну что что первое что второе конечно мрак но вторые хотя бы их можно понять а первые надеются на ваших же шеях выехать на такую же на такие же возможности что очень страшно и неприятно и тут вот пишут там тупоголовый народ неправда не обращайте внимание это очень много работает ботов именно для того чтобы еще раз вам ну во первых сомнения посетить а вторых еще чтобы вам казалось что людей думающих так очень много это не так это работа профессиональной пропаганды имейте в виду я прямо говорю что вот здесь очень мало сообщений от реальных людей от реальных людей которые ну вот именно искренне поддерживают произошедшие с захватом самолета большинство из того что вот написано в поддержку и ну и я уже дофига всего почистил это люди на зарплате в пропаганде это просто очевидно вот мне очевидно я как бы видео это для этого записываю чтобы вас это еще успокоить чтобы вы не думали что их много на самом деле какие там еще примеры были что там про самолеты захватывали ну иран посадил какой-то самолет ну по-моему с ираном все поэтому даже объяснять ничего не надо то есть ну если вы хотите быть если вы хотите как в иране то пожалуйста никак не могу вас в этом с этим остановить это был акт государственного терроризма беларусь захватила самолет но случае правда я не могу говорить государственно потому что в общем то эти все люди они сами по себе узурпировали власть потому что это не настоящая власть беларусь они проиграли выборы и это все держится только на насилии и страхи на дубинках милиции это нелегитимная власть его никто не считает своим президентом в беларуси кроме тех которые кормятся от него потому что понятно что уходит лукашенко и все все вот эти тоже куда-то деваются там писали что протасевич типа террорист призывал лукашенко к убийствах я тоже призываю к убийству лукашенко лукашенко сам сказал что мы получим власть только через его труп я не понял как он конкретно сказал ну то есть только его чтобы получить власть надо меня убить сказал лукашенко то есть он прямо сказал что он не отдаст власть пока он жив какие у нас варианты спрашивается значит эта тварь должна сдохнуть гнида столько людей уже погибло собственный народ уничтожает это даже это даже невозможно сравнить там с конфликтом россии и украины собственный народ уничтожает тварь усатая и вы хотите чтобы я на это нормально реагировал чтобы меня это не беспокоило и не всколыхнуло то есть почему тут несколько вещей сложилось еще главный интернет портал беларуси закрыли а его его журналистов посажали там подписка невыезде сделали отобрали домен понимаете то есть сейчас идет полностью зачистка вообще хоть как людей хоть что-то которые что-то как-то говорят сообщают но это уже невозможно вернуть назад то есть тоже пишут что революция захлебнулась да ни хрена она не захлебнулась это просто белорусы такие мало инертные люди понимаете спокойные но это вот внутри уже у людей что так жить невозможно они может быть не будут устроить они бы устроили митинги сейчас же тоже знаете в россии считается что захлебнулась революция потому что больше вот эти двухтысячные митинги не учат двухсоттысячные митинги не учат не устраивают так вы просто не в курсе что наверное в беларуси по каждому двору ходят омоновцы и как только что-то много людей собирается или там с белокрасным кто идет его сразу хватают и сажают в сизо все везде забито людей куча сидит по сизо куча людей умерла в сизо вне выдают трупы родственникам понимаете тела это ну я не знаю это эти можно мне вам рассказывать зачем в принципе зачем вам это знать по хорошему я не я не прошу помощи какой-то для белоруси белорусы только сами могут это решить просто поймите что это ничего не не остановилась и ничего никуда не делать ладно давайте этот сеанс психоанализа завершим на этом мне надо было выговориться потому что ну это какой-то мрак просто происходит и когда пытаются черное сделать белым я вам вот в ответ записал собственно как как оно есть мне кажется это просто более удобно чем я буду по всем этим комментариям ходить и опровергать что мне надоело про этого его морали списать его самолет в очередной раз спасибо что посмотрели так победим живи беларусь а а а а а а а а